всем приветики мой старый индикатор сломался и поэтому я решил купить себе новый но не такой как я раньше покупал где просто лампочка вот такой немножко электрический как бы вот и сейчас мы его распакуем и посмотрим такой коробочке он был правда правда это пластиковая штучка была еще степлером приколота к картонке вот они от степлера дырочки их заранее снял чтобы они не мешали чтобы не тратили время вот цифровой тестер электрического тока и здесь его основные характеристики написаны основные функции вот а сзади такая типа мини инструкция вернее можно рассказать полная инструкция вот здесь все расписано все его основные функции вот так же и на нем еще приколота под калипсу тоже мини инструкция вот она в принципе здесь напишу на то же самое что и там сзади только более подробнее вот она все написано как здесь так вот фокус поймать чтобы на четенько было вот и в общем сам сам как бы индикатор вот так называется индикатор старовой а тестер тестер он типа выглядит как отверточка написано что запрещено его использовать в качестве отвертки типа сломается вот здесь это не кнопки это как бы контакты это до них пальцем дотрагиваешься и все сзади клипса которая вешается на карман и экранчик все но дальше натраняемся до директ тест не вставляем в розетку и вот нам показывает последняя цифра это и есть наше значение вот последняя 220 значит в районе 220 разделены как бы вот они отметками может быть еще 110 55 36 и 12 если вы дотронулись а у вас горит 110 значит напряжение в районе 110 потому что у меня в розетке 230 где-то но 230 235 что-то такое но не 220 всегда больше но так как это в районе 220 то здесь вот показывает 220 хотя было бы круто чтобы здесь прям ровную ровно число показала чтоб писал там 235 например было прикольно вот а еще есть бесконтактные то есть вы вот на вот этой индукции дотрагиваетесь пальцем и вот появляется значок молнии то есть это значит что там она чувствует есть электричество если тут вы именно контактируете с непосредственно с источником напряжения то здесь не контактируйте здесь бесконтактные вот вы дотрагиваетесь и видите что вот она загорается молния и можете таким образом искать разрыв то есть вот он провод целый ну естественно если он был не был бы не целый то туда бы не приходил бы 220 но здесь немножко проблема есть в том что вот она все просто такое тронусы брать она работает то есть ты дотронулся молния загорелась убрал дотронулся молния загорелась убрал и таким образом идешь дальше по поводу то есть нужно именно до тронуса и убрать то есть вот дотронулся на загорелась ты убрал до тронула Theory هذا он загорелся убрал А если не дотрагиваться, а вот именно водить То потом, когда ты убираешь Если поводить А нет, сейчас нормально А у меня было такое, что я водил И оно потом не гасло То есть я дотрагиваюсь, так вот вожу, вожу, вожу О, оно медленно гаснет То есть если вот сильно поводить О, я убрал, оно еще горит И только сейчас погасло То есть это нужно просто дотрагиваться Типа дотронулся, есть, дотронулся, есть Значит, оно целое досюда А здесь дотронулся, молния есть Значит, целое, все И вот таким образом можно искать Поломки, как бы Вот, так что Довольно-таки Наверное, интересная штука То, что ты можешь не только напряжение померить Но еще и Проверить целостность провода Вот Ну, а вот этой штукой лучше, конечно же Не крутить ничего, потому что Непонятно, как оно там закреплено Потому что Там, видимо, какая-то плата есть И оно может, наверное, свернуть эту плату Если бы В тех, в которых просто лампочка Там оно хорошо закреплено И можно реально пользоваться как отверткой А здесь, видимо, нельзя Вот Ну, и Еще, как бы, есть разные индикаторы Тот индикатор, который у меня был предыдущий Именно стеклянный У меня было два вида стеклянных Просто Отвертка Лампочка И в конце такая Типа, типа, контактная кнопка И там все нормально Был, ты отрагиваешься Просто лампочка горит И второй у меня был стеклянный Как бы Отвертка Какая-то Металлическая штучка Лампочка И потом Контактная кнопка И вот Им когда трогаешь У тебя аж палец щепел То есть Как-то там Неправильно рассчитали Сопротивление Палец щепел У меня такое впервые случилось Я не ожидал, что индикаторы Могут пропускать Но с этим все нормально Он не пропускает Но Но после того Как у меня такое случилось Что Именно После индикатора У меня палец щепал Я уже как-то Ну так Когда беру новый индикатор В руки Еще не знаю Будет он щепать или нет Уже так с осторожностью Думаю Они не начнут ли сейчас щепать Но с этим все нормально И как вы видите Работает И Ток напрямую показывает И И бесконтактно Тоже показывает Ну и естественно Когда бесконтактно Используешь Лучше не сувать его в розетку Потому что Мало ли вдруг Что-то повредит Если мы Вставляем внутрь То Держим верхнюю Если Бесконтактно То можно уже И это нажать Но Не стоит держать За бесконтактно Когда ты Используешь контактно Потому что Мало ли может Вдруг что-то Выведет его из строя Скорее всего нет Ну я пробовал Не выводил Но Всякое может быть Лучше так не делать Лучше вот как по инструкции Расписано Так и пользоваться Вот Такой вот тестер Ну а на этом все Всем Покедова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok